неуловимые советские атомоходы бороздили мировой океан со времен второй мировой войны холодная война и карибский кризис проходили под бдительным оком глубинных дирижаблей свой боевой потенциал советский союз передал современной россии на смену атомным подводным лодкам пришли беспилотные системы типа статус ядерная держава россии наращивает свой боевой потенциал по всем направлениям в 2015 году сми стало известно о новой грандиозной разработки беспилотном подводном дроне как стало известно беспилотная система это нечто большее чем подводный робот компетентные органы подтвердили что конструкторское бюро заканчивает разработку автоматической подводной системы оснащенный ядерным зарядом статус 6 позднее беспилотник был переименован в посейдон целью создания аппарата было и есть обеспечение безопасности границы российской федерации на воде и суше в случае военных конфликтов транспортировка ядерных зарядов к берегам противника для разрушения береговой линии коммуникаций инфраструктуры ударная сила системы посейдон способна спровоцировать сейсмическую активность океанского дна вызвать цунами и землетрясения преимущество системы отсутствие на мировой арене вооружения противодействующих сил отсутствие экипажа на борту что нивелирует человеческие потери в случае форс-мажорных обстоятельств высокая ударная сила министерство обороны предполагает что беспилотники будут приняты на вооружение в 2020 году по типу своего строения беспилотный атомоход является торпедой торпеду классическом своем проявлении посейдон превосходит в размерах более чем в 30 раз длина беспилотника составляет порядка 20 метров диаметр 1,9 метра начинена система боеголовкой нового поколения атомного заряда которой хватит чтобы покрыть радиацией площадь 510 тысяч квадратных километров головная часть торпеды оснащена сверхчувствительной антенной для рекогностировки потенциального противника транспортировать посейдон будут подводные лодки-носители потенциал боевой системы посейдон очень огромен гидроакустики отмечают что при погружении лодки на глубину до 75 метров при ее движении соленость и плотность морской воды обеспечивает лодке абсолютную маскировку от радаров и локаторов реактор внедренный в торпеду обеспечивает ей набор скорости до 200 километров в час инновационные разработки атомщиков защищают реактор от перегрева при резкой смене скорости движения аппарата также реактор оснащен современными системами охлаждения они предотвращают вероятность взрыва из-за тепловой цепной реакции внутри реактора водоизмещение торпеды находится на уровне 48 тонн сверхпрочный материал корпуса препятствует деформации и повреждению дрона в толще воды в 2018 году новое подводное оружие успешно завершила цикл плановых испытаний эксперты нато уже присвоили торпеде статус оружие массового поражения потенциально опасного как на воде так и на суше посейдон называют оружием возмездия по всем техническим характеристикам которые у него есть потому что этот подводный беспилотник имеет неограниченную дальность действия рассказывает эксперт куда его послали туда и пошел от каким берегам каким маршрутом это уж какую программу заложили он идет на больших глубинах с достаточно большой скоростью по сравнению например с баллистическими ракетами это оружие не ответно встречного удара расстояние в 10 тысяч километров он пройдет почти за двое суток именно поэтому это оружие ответного удара оружие возмездия ставить на него килотонные боеприпасы это смешно это не рентабельно значит нужно ставить мегатонный боеприпас говорили о двух мегатонных но у нас технологии позволяют поставить и заряд в 200 мегатонн при желании и если речь идет о зарядах такой мощности то понятно что воздействие на береговую линию будет тотальным все что попадет в радиус действия будет уничтожена береговая оборона гражданская инфраструктура плюс заражение плюс искусственное цунами мало того что прибрежная зона окажется полностью разрушена она еще очень долго будет непригодно для какой-либо жизнедеятельности обнаружить его очень сложно но если обнаружили то попробуйте догоните самые быстрые торпеды у американцев перспективные идут со скоростью 90 километров в час а посейдон в два раза быстрее чтобы догонять нужно быть в полтора раза быстрее то есть торпеда должна идти за ним со скоростью 300 километров в час таких просто не существует и еще раз повторюсь это оружие возмездия запускается тогда когда ядерный конфликт либо начинается либо идет полным ходом когда кругом уже творится ядерный ад и вот вопрос кто в этих условиях будет перехватывать посейдон спасибо за просмотр оставляйте ваши комментарии это помогает продвижению канала оставайтесь на связи и до скорой встречи